всем привет 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 слева от меня в саших обозов ну я андрей ковалев андрей ковалев да сейчас борец за справедливый бизнес читаю бизнес-лекции трахуя всех этих портнягиных аветовых партнягину хотела смазать нельзя переходить на личности за это можно крепко получить это я везду партнягин не назвал про партнягин назвал нельзя такими вещами кидаться вот мы вот ведем сейчас делал лог абсолютно спокойный достойным и уважаем друг друга встретились два человека есть человек разными взглядами занимается традиционным бизнесом очень преуспел в общем то сейчас кстати снимаем клип у меня дома вызывает а как раз уже вы дома и тут огромная коллекция картин в общем не дома целый музей искусства вот вот мы сейчас без начали беседу про н.л. значит саша доказывает мне что н.л. это честный благородный бизнес я ему говорю что допустим моя группа компании кофис это один из крупных владельцев недвижимости в россии в москве про нас какие то есть негативный обзор наверное но это единичный штук какие-то что такие наш сотрудники какие-то обиделись что-то написали это бывает всегда да но про н.л. огромное количество отзывов где пишут что это жулики аферисты плохой продукт ну смотри за что ты мне вот с тобой ты мне последний наше было что начало последнее чем мы закончили нашу беседу я решил включить значит ты сказал что я не занимаюсь н.л. хотя в твоем инстаграме я занимаюсь ты сказал я не занимаюсь уже я про аляна сказал да аляна тоже не занимается получается что но 500 тысяч рублей я получаю аляна до вас который я оставил до оставил и она дескала на им не занимается он не падает не растет да я начал с августа месяца самого нуля потому что я оставил свою ком свою организацию своей бывшей жене и начал в гости месяца с нуля с нуля ну она продолжает получать до 100 тыс это пассивный доход уж ты сказал что она не занимается заносит верно она сидит в доме 2 ей нельзя заниматься не было да вот смотри как выстроен этот бизнес приходят люди в н.л. им за 8 тысяч рублей в месяц они закупают партию если они закупят на 8 тысяч рублей их вычеркивают из списков если ты закупил на 25 тысяч рублей ты становишься уже таким менеджером номер один и тебе уже идет начать отчисление кэш от как от цепочки как процент от то что создаешь следующий да мусиловал маркетинг ну правильно да так давайте по порядку дальше товар крайне низкого качества товар за по завышенной цене значит иначе бы у них не было прибыли если они подавали хороший товар по дорогой по низкой цене они ничего не зарабатывали и получается что вся ваша вот как бы строится ваши доходы бушевая коррами за лохотрон строится на том что люди он пришел на 8 тысяч рублей купил не продал его все продать нельзя пришел в магазине товар лучше по качеству и дешевле я просто вспоминаю когда у меня были арендаторы это в 90-е годы таких было много который очень активно к ним за тысячи людей приходили в их офис я сначала не понимал что это такое кто зашел но я хотел купить себе какое-то эфирное масло которое в аптеке стоило 100 рублей у них она стоила 600 рублей и на вот этом ци они цепочки на убеждение что каждый из вас он должен ходить в инстаграм у тебя же везде инстаграм нл 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 если ты не будешь писать нл ты умрешь если ты муж распространять для что бизнес умрет и вы строится в результате на обмане вот этих людей которые купили 8000 рублей он никакой не менеджер он никого не привлек потерял ну будет он весь год пить этот чай низко качественный пример все и на это все закончится рано или поздно это будет уголовное дело нл сто процентов будут посадки серьезные так поверь мне будут серьезные посадки и очень важно это безнравственный бизнес если бы ты вот и строил бани молодец давать очень она алсу сказала спасибо молодец классная баня все и она тебя вспомнит и ты будешь в царстве небесном там наслаждаться жизнь так а это нечестно игру огромное количество нужно построить честных бизнесов никого не обманывая наш зачем загадать по порядку сколько вопросов давай итак начнем соляны что она сидит она в общем то не работает совершенно верно да так с того что нужно до покупать себе в месяц продукцию но не для того чтобы ее продавать потому что если я вы сейчас горите с позиции что нужно что-то купить дома что-то составляешь рублей сейчас объясню потом это вся жила 8000 рублей довольно ну ответ на этот вопрос на 8 тысяч рублей нет ли можно отрезать рублей давайте прям по порядку да вот потом это дело все где-то дома складировать и думать как это продать а если не продам ничего не заработаю правильно нет смотри если ты купишь на 8 тысяч рублей ты получишь тысячу рублей на свой счет и сможешь купить продукцию хочешь получать денежное отчисление ты должен купить на 25 тысяч рублей нет нет не так смотри как вы когда регистрируете видишь какой мы ведем способ спорта цивилизованная абсолютно а даже более для того я готов тебе предоставить площадку чтобы ты мы с тобою цели в месяц а люди об этом с удовольствием давайте прям по порядку смотрите вы когда регистрируетесь вам абсолютно бесплатно предоставляется ваше пользование около 300 магазинов и офисов по стране и странам ближнего зарубежья где вы можете купить этого где вы можете абсолютно спокойно заниматься этим бизнесом вам предоставляется полный спектр логистики вам предоставляется ваш интернет и доставка предоставы мне доставляют я заказал у него сейчас450 иди придут а South to bitch olha.com нет 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 я смотрите сейчас вам объясню то есть вам дается ваш собственный интернет то есть начинаетсяJA laUR т he'sa регистрации вы получаете ну такой интернет пространства свое то есть свой личный офис вам предоставляется ваш интернет магазин уже нагружены продукции все продукции которая продается в компании new international продукции нас около 300 видов разный ну то есть это здоровье красота и дом то есть то чем мы привыкли ну пользоваться вы ваши соседи все станут то есть все люди без этого без этого жить не могут просто прожить вот если вы например да в сетевой в любой сетевой маркетинг когда ты приходишь ты должен пользоваться сам продукции потому что если вы производите например там к примеру там это габар сделал делаете потолки например натяжные да вы не пойдете куда кому-то там заказывать чтобы он пришли домой сделали потолки то есть вы сделаете сами или у вас есть магазин adidas вы не будете ходить там это логически наверно вот плюс по поводу качественной продукции или некачественная продукция проверить можно одним судом и качествует если бы чай привезешь обязательно я разорву пакетик и те скажу а билам да 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 я прям готов вот то есть проверить можно только одним способом проверить ну то есть попробовать самому правильно потому что есть например выходит фильм какой-то даже если ваш чай дороже того чтобы чем продается в перекрестке у там на 40 рублей допустим в пакетиках да если дороже есть чай дешевле да то есть это в целом кто-то заправляется 92 бензином кто-то заправляет машину 95 но у вас нету взрываешь я могу понять если бы в магазине 240 чай у вас 180 есть 200 есть 200 чай есть 300 чай есть премиум люкс класса чай там 400 рублей то есть есть выбор и потом сразу минимальная покупка 8000 рублей даже ты получил на 8000 рублей с пенсии там 15 эту купить сырье это купить только чай намазать лицо и помыть посуду я я это не личное потребление смотрите я же начал с того что вам дает вам предоставляется бесплатно ваш интернет-магазин то есть вы можете размещать там в интернет-магазин стоит 50 рублей такой создать на сайте кабинет и наполнить его продукцией ну это же надо тогда не смотреть это когда-то компания немного потратил на создание этого продукта правильно так вы-то ничего на это не тратят я к тому что говорю но если мне в этом магазине разрешили торговать любой продукции это одна история а если же я торговать матри ваших смотрите если вы берете франшизу у adidas вы в этом магазине adidas можете продавать только один того что здесь не дали кабинет но в этом нету понимаешь для меня какой-то особый там льгот есть объясню вас смотри все за для того что я три них покупали не смотрите вот давайте по очереди то есть вы люди которые там попадают ваш интернет-магазин то есть он закреплен за вами неважно с америки с мадагаскара там с европы человек клацает может заказать ему это все домой доставят он может проверить он должен заявять его в твой кабинет они на общий сайт компании причем в твой кабинет он может зайти на общий сайт компаний нет объясни почему если вот в твой кабинет но они на общий сайте ваш интернет-магазин естественно развивать там через интернет там или как угодно хорошо тех на бой а привлекут важный момент к какого это клиентов как клиентов то они регистрируют свой магазин, он имеет связь с моим магазином. Нет, клиенты не регистрируют себе магазин. Клиенты это просто клиенты. Люди, которые пользуются моим. Ну я же тоже клиент. Нет. Ты сказал, что у клиента есть свой магазин. Есть понятие менеджер, есть понятие клиента. А, что? Как стать менеджером? Менеджером нужно зарегистрироваться. То есть я вас регистрирую там, либо скажу вам интервью ссылку. Почему ты регистрируешь? А я напрямую не могу зарегистрироваться. Почему я не могу напрямую я прийти и зарегистрироваться на сайте? Я должен через тебя. Вы можете зарегистрироваться на сайте напрямую. Вот почему? Вот сразу МММ. Потому что я не могу на сайте напрямую зарегистрироваться. Вы можете на сайте зарегистрироваться напрямую, но у вас в любом случае будет какой-то менеджер. Вот я сказал. МММ, смотрите, теперь... И менеджер получает с моего отстежечку. Следующий менеджер еще отстежечку, еще отстежечку. И пока дойдет до хозяина, там 80% наценки уходит по менеджерам. Если, смотри, по тысяче рублей, по тысяче рублей, значит, 7 менеджеров, 7 тысяч. Вот, я говорю, 7 тысяч разошлось. Значит, получается, что компания получила с этого тысячу рублей. Сама как бы, условно. Если проще говорить, посмотрите... И в этой тысяче себестоимость 500, за ним обошлось товар в 500 рублей. Смотрите, смотрите, какое говно они продают за 8 тысяч рублей. То есть, оно стоило 500 рублей. Посмотрите, вы, например, создаете свою сеть, вот, компания с вашего товарооборота, то есть, товарооборота тех людей, которых вы привлекли как менеджеров, компания получает в районе 35%, вашу сеть уходит в районе 65%. И распределяется, и распределяется... Вот смотри, я бы поверил, что у вас все честно, если бы любой человек мог купить напрямую продукцию НЛ. Вы можете прийти в магазин... По цене, подожди, по цене со скидкой 35%. Зачем? Без мульти-левел, без, подожди, без ваших посредников. Стоп, секундочку. В эти 35% теперь входят выплаты денег продавцам в магазинах, выплаты денег бухгалтерам, содержание производства, потому что у нас свое производство. Нет, 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 подожди, ты только что сказал, что 35% идет менеджером. Нет, 65% уходит в вашу сеть, вот, то есть, вы создали... Подожди, 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 65% оседает в сети. Да, да. И только 35% идет на компанию. Да. И 65% оседает в сети, это... Ваши, ваши, ваши... 300%, это 300%. Вы что, ребят, там накрутка получается, блин, такая, что это пиздец. Товар, значит, смотри, если товар 100 рублей, 6 из них 65 рублей осела в сети, 35 пришло в компанию, в этой компании еще, как ты сам сказал только что, бухгалтера, продавцы и так далее. Это получается, чтобы компания заработала, себестоимость товара должна быть 50 рублей. Нет, компания зарабатывает... Если себестоимость... Какие 50? 5 рублей должна быть, 5 рублей, а продают за 100 конечных. А если товар, а оборот, миллиарды? Ну, не может быть. Значит, у вас, значит, ваши конечные покупатели покупают товар в 20 раз дороже цены производителей. Вот мои макароны. Я их производил, я их продавал по оптовой цене, 20 рублей в сети. Они их выставляли 35-40 рублей. Это накрутка сети. Вы их продавали по оптовой цене. А само производство макарон сколько стоит? А смотри, да, подожди, 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 подожди. Производство макарон... Сколько обходится килограмм макарон, чтобы произвести? 20 рублей конечная цена. 20 рублей. Нет, не с этого. Сколько стоит килограмм макарон? Подожди, покупатель покупает, подожди, в 2 раза дороже. У вас 5 рублей, а конечная цена 100 рублей. У вас покупает в 20 раз дороже конечный потребитель. Ну, вы же не знаете, какая такая цена. Смотрите... Нет, подожди, я основываю на своих... Да, да, да. Вот, давайте на ваши, смотрите. 65% поселок в сети, да? Да, да. На выплаты дивидендов продажа. Значит, 35 рублей и 100 рублей. Значит, в вашей схеме покупает... Я даже убираю, ладно, там, убираю продавцы там и так далее. Значит, в 3 раза дороже, чем он мог бы купить напрямую в компании. Почему компания не продает по 35 рублей? prostitute. Потому что вы смотрите с точки зрения традиционного бизнеса. Мне было бы выгодно... Скажите, вот сколько стоит... Нет, подожди, у вас традиционный бизнес. Если бы вы продали... У вас традиционный бизнес. Вы продаете продукты. Так. Продукты. Если бы ты продавал мне, понимаешь, в Инстаграме лайки, это одна история. Это не традиционный бизнес. Вы продаете такую же... Нет, лайки это chairual. Вы продаете косметический чай, это традиционный бизнес. Они производители чая. Они вот распространяют жудническим способом. Вот вы говорите, вы вкладывали миллионы-миллионы в рекламу, правильно? Конечно, миллионы. Теперь смотрите, сколько стоит килограмм макарон, если просто в производстве? То есть на килограмм макарон нужно сколько-то, 100 грамм муки, например, сколько-то яиц, сколько-то этого. Ну, грубо говоря, 10 рублей, и 10 рублей это на оценка, которая идет реклама, зарплата, еще что-то. А продаете за 40? Ну да. То есть получается, за 10 стоит производство, и плюс 30... Ну, конечно, там реклама, там все, надо вкладывать. Стоп, секундочку, да. И плюс как бы 30 рублей вы накидываетесь сверху. То есть у вас получается... Нет, подожди. 10 стоит производство, вы продаете... Мы продавали за 20 рублей. Да, магазин, то есть в конечном итоге... Рентабельность, чтобы ты понял. Производство макарон, я тебе просто скажу, там 5%. Рентабельность 5-10%. Это низкомаржинальный бизнес, который живет тоже на обороте, он не очень выгодный, поэтому я его продал и тренд. Ну, по сути, получается, то есть 10 рублей стоит производство, конечная цена это 40 рублей. Правильно? Ну, то есть 75 процентов накрутка. Ну, как правило, сети накручивают от 50 до 100%. 75-100% накрутка. Правильно? Правильно. Вот так вот, смотрите, есть, я уже говорил до этого, есть производство в традиционном бизнесе, да, там, и дальше... У вас тоже есть производство в традиционном бизнесе. Да-да-да-да, что такое сетевой маркетинг? Есть компания, она же производитель, есть менеджер, он же потребитель, он же и продавец. То есть, все, вот промежуточных вот этих... Ну, как, у вас цепочка, ты же сам сказал, 7 человек, менеджеров. Нет, я имею в виду, смотрите... Мне просто ответь на один простой вопрос. Почему я не могу в компании... Прийти в магазин? Нет, не в магазин, в компанию. И купить этот чай не за 100 рублей, а за 35, убрав 65 рублей вот этой цепочки. Не могу. Объясню тоже. Потому что, смотрите, вот если, например, я как менеджер... Нет, просто скажи, вот еще раз, почему не могу? Ну, потому что есть цена у продукта, правильно? Нет, у продукта цена 35 рублей, ты сказал. Я не знаю, сколько цена у него. Ты сказал, 65 рублей остается у менеджеров. 65 процентов. На всю цепочку. 65 процентов. 65 рублей, это и есть 65 рублей. Значит, почему я не могу прийти в команде, прийти, убрав вашу цепочку менеджеров, ну, которые, я считаю, там, вежливо-культурно, там, ну, не очень хорошие люди. Значит, и взять этот товар напрямую, для своего личного употребления. Или на продажу отдать и отвезти в пятерочку ваш товар. Вы же, смотрите, вы же не получаете единолично 65 процентов себе. Почему компания НЛ не поставляет в пятерочке товар? И там он продавался по 70 рублей. А почему Adidas, а почему фирменные магазины Adidas не продают свои кроссовки на рынке? Нет, подожди, пятерочка, пятерочка, все товары у него, все производители есть. Разные производители, да. Пятерочки в Ашанах, разные, там нет никаких ограничений. Ну, смотри, они бы, если ты говоришь, что у вас цены низкие... Я не говорил, что у нас цены низкие, у нас цены средние. То есть они могли бы, да, но они могли бы, почему? Они могли свой товар поставлять не... А я тебе могу сказать, почему. Я могу сказать, почему. Я могу сказать, почему. Вы не пройдете по качеству. По качеству? Не пройдете. Смотрите, компания НЛ отвечает международным стандартам. Есть российские стандарты? Нет, это не футбол. Международные стандарты футбол. Они не работают в России. Есть документы. Помимо обязательной сертификации, наша компания может проходить добровольную сертификацию. Я тебе могу сказать, что у пятерочки стандарты дольше, чем... В пятерочке как раз продукция говно. Когда мне говорят, что лучше курить куриную губку... Почему нету ваших товаров? Почему они не поставляют? Потому что наша продукция продается только в фирменных магазинах. Это все сказки. Нет, это не сказки. Вот конфеты. Вот конфеты. Ты можешь купить в фирменном магазине. Можешь купить в Перекрестке, Ашане. Откуда я буду знать, что это не подделка? Я не отравлюсь. Нет, 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 ты прекрати. Как это значит? В Ашане в пятерочке? Красный Октябрь подделок будет? В Ашане, подождите. Нет, нет, нет. Вы сейчас серьезно говорите, что ваша... Еще раз. Вот конфеты. Подожди, дай я закончу мысль. Конфеты любого крупного производителя есть во всех сетях. Йогурты есть во всех сетях. Да ну он там, какие хочешь. Смотрите, сколько вы смотрели передать? Во всех сетях. Вы смотрели, сколько передать? Нет, нет, нет. Не один из случаев. Почему производитель НЛ, его нету нигде? А я отвечаю. Потому что НЛ это не производитель, это жульническая сеть по продаже фуфлового товара. Копеечного, сделанного из говна, но который продается по высоким ценам. И не можете меня обосновать, потому что иначе... Да как это я не могу. Вот эти конфеты... Вот смотрите, вот эти конфеты можно было продавать по вашему способу. Да? Можно. Вон, приходи на Красный Обтябрь, на Бабаевский, договаривайся, организовывай сеть, цепочку. Но все равно они будут везде, в перерочках, Ошанах, везде, в ленте, везде будут. Вот смотрите... Вашего нету, почему? Обеземно. Вы не пройдете контроль сети, там жесточайший контроль. Где? Покажи мне в Ашане. Покажи мне. В Ашане жесточайший контроль качества? Я производитель. Вы арбузы ели? Подожди, подожди, подожди. Ты не слышишь, ты знаешь понаслышке. Я не понаслышке знаю. Я производитель был макарон, второй по объемам в России. Так. Это была крупнейшая компания, три фабрики. Смоленск, Питер и Москва. Хорошо, скажи. Я говорю обоснованно. Обоснованно, откуда у курицы может быть вот такая грудь? Вот такая куриная грудка? Вот такая, она что, жим лежа делает? Значит, это... Подожди, подожди, подожди. Вы продаете курицу у себя? Нет, курицу не имею. У тебя есть права критиковать куриц. Потому что куриц производят крупные производители, фройлерные фабрики. По цене, допустим, 200 рублей килограмм. Ты можешь купить фермерскую, выращенную на зерне, по цене 1000 рублей за килограмм. У тебя есть выбор. То есть, и вы уверены, что в Ашане вот эта курица прошла жесточайно? Конечно, да. У меня нету микробов, бактерий. Ты ее съешь и не отравишься. У вас таких гарантий нет, потому что вы не прошли такую курицу жесткого контроля. Не прошли. У нас самый жесткий контроль. Когда будет возбуждено уголовное дело, и компанию проверят жестким способом, окажется, что сертификатов никаких нет. Давайте забьемся. Дело дойдет до этого. Давайте поспорим. Давайте прямо сейчас в течение пяти лет максимум будет возбуждено уголовное дело. Давайте знаете, как поспорим? Вот прямо сейчас здесь. Если вы так сильно уверены в этом, давайте на 5 миллионов рублей поспорим. На что? Вот вы, ну то есть вы же хотите доказать, что это Смотри, подожди, я хочу доказать, но стоимость сертификации всех ваших продуктов превышает значительно 5 миллионов рублей. Подождите, вот вы сейчас говорите, что, короче, не пройдем качество, да, там, и качество... Давайте дадим ваши, подожди, минуточку, я предлагаю тест. Ваша компания сдает ваши товары на поставки в сеть пятерочка. Я тебе отвечаю, что не пройдет. Нет, давайте не в сеть пятерочка, давайте, подожди. Мы не хотим просто... Подожди, я спорю на 5 миллионов рублей, что ваши товары не встанут в сеть пятерочка, Ашан или Ленда, например. Смотрите, мы не будем их ставить ни в пятерочку, ни в Ашан, вот просто есть контроль качества, правильно? Что такое контроль качества? Ну то есть вы походите в институт, там, лабораторно исследование. Хорошо, скажи мне, где производят ваши товары? В разных странах. Есть Новосибирск, есть Франция, есть Австрия. Нет, подожди, подожди, в России где производят ваши товары? В Новосибирске. В Новосибирске, а что производят в Новосибирске? Да, сам Energy Diet, производят в Новосибирске. Это что такое сам Energy Diet? Это функциональное питание. Это как детское питание, только взрослое питание. Функциональное питание. Вот, смотрите, то есть вы берете... То, что производят в России, будет обязательно соответствовать ГОСТам и нормам. Это 100%. То, что в Европе... Он не проверяет там, скажем так, то есть по соотношению бактерий, флоры и так далее. Их продуктом не отравишься. Если он произведен в России. Вы же говорите, фуфлышный. Потому что, смотри, есть же разные линейки. Есть дорогой премиум, супер дорогой. Есть middle, есть эконом. Подождите, не съезжайте, секундочку. Не съезжайте с темой. Это будет колбаса. Она будет полезна для здоровья, условно, да, ей не отравишься. А есть колбаса, сделанная на 100% из мят. Вот смотрите. Ваша колбаса сделана на 100% из сои. У нас нет колбасы. Условно, если вы делали колбасу. Смотрите. Так, Лемчик. Ваша химия сделана из самых низших, там, низкого качества ингредиентов и так далее. Но если они проходят, сделаны в России, проходят сертификацию... Хорошо, давайте то, что не в России произведено. То есть вы берете любую продукцию, абсолютно любую продукцию, компанию NEL International, хоть всю продукцию. Проводите из нас... Вот это мы снимаем Клебузовый. Да, да, да. Вы проводите свои, там, лабораторные испытания, исследования. Нет, у меня простой тест. Подождите, сто процеду. Лабораторные испытания будут стоить 20 миллионов рублей на 30. В смысле мне тратить на сельщики? Подождите, 30 миллионов рублей. Она не будет стоить 30 миллионов, если вы возьмете выборочно любой продукт. Ну, то есть, вот, взяли, например, там, по одному продукту, там, например, один чай, один, там, энерджи диет, один батончик, к примеру, да, там, одно это, одно это, одно это. Если продукция будет невысокого качества... Я тебе сказал по-другому, подождите, я сказал, что вашу продукцию, я же тебе сказал... Вы сказали, что она низкого качества. Подожди, низкого качества. У сетей требования выше, низкое качество не исключает того, что оно вредное. Низкое качество, просто низкое качество. Смотрите, если... Вы не отравитесь дешевым йогуртом. Давайте так, смотрите. Потому что там упитываются живые бактерии. Нет, нет, еще раз. Если вашу продукцию возьмут в Ашан, пятерочку, в любой магазин, я прошу им 5 миллионов рублей. Давайте так, смотрите. Если, по каким критериям должны проходить, там, в пятерочку, в Ашан, там, то есть они же... Как другие производители, такие же, как и НЛ, у которых тоже заводы, они же проходят. Вот, посмотрите, да. Почему вы не пройдете? Смотрите, вот, не съезжайте. Вы же должны пройти, а я не съезжаю. Вот, тогда дайте мне договорить тогда. Вы берете любую продукцию, и если она окажется ниже среднего качества, или вообще даже среднего качества, ну вот на это спорим. Нет, подожди. А если она окажется высокого качества продукция... В ГОСТах нету высшего, среднего и низкого. Они говорят, что это вредно для здоровья или не вредно. Ваше не вредное для здоровья. Потому что она сделана из воды, там, не знаю, там, и глины. А что, она не безвредная. Вода и глина. Нет, нет. А что, она должна быть вредная-то? Только она стоит, там, 5 рублей, а вы продаете за 300. Вот смотрите, есть батончики шоколадные? Это же не вода и глина. Нет, подожди. Любой батончик. Есть дорогой Красный Октябрь. Да. Он стоит, там, 200 рублей батончик. Есть дешевый производитель, 5 рублей. Сделан из сои. Вот. Но из сои тоже безвредный. Вот. Так, смотрите, то есть, получается, дорогой, вы берете, вот, все, что написано, из чего, то есть, там же написан состав продукции. Ну, вот, если вот вы смотрите, что вот этот состав, и вы такое говорите, слушайте, ну, блин, состав кайфовый. Ну, то есть, это не... А что, я понимаю, там, химическая формула, блин. Подождите, не съезжай, сейчас начинаешь. Делать седол, блядь, калия, блядь. Вот, давайте, берете любого, смотрите, то есть, берете любого... Нитрат гитратия. Хорошо, берете специалиста, который разбирается в этих, там, нитрат геннадий или еще что-то такое. Если ваш специалист вам говорит, слушай, ну, состав реально кайфовый. Подожди, подожди, подожди. Секундочку. Подожди. Состав реально кайфовый. Хорошо, у вас состав кайфовый. Все, я согласился. У вас состав кайфовый. Да. Почему у вас нету в Пятерочках, Ашанах, Ленах? Потому что мы... Потому что у нас... У вас есть завод. У меня был макаронный завод. Я поставил бы вам... Вы согласились, что продукция качественная? Подожди, нет, хорошо, я согласился. Все. Я его не пробовал, хорошо, дальше. Тогда вот объясни мне, почему. Вот я производитель макарон. Пришел бы ты ко мне и сказал, Андрей, я хочу в НЛ-маркетинг ваши макароны. Я бы тебе дал бы, пожалуйста. Приходит Ашан, дайте макароны. Ваши есть только, ваши мульти-левел-маркетинги. А в магазинах нету. Обычный завод, каких, блин, много. Смотрите, вот у нас есть, у нас также в нашем магазине, в нашей сети... Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Нет, нет, я тебе про другое. Ваш завод не поставляет свой товар. Мы боимся и очень переживаем за то, что будут подделки. Тысячу, тысячу производителей, крупных и мелких, не боятся поставлять сети, А НЛ-маркетинг боится, что их подделают. Вам не смешно, друзья? Вы не смеетесь? Вы не путайте, потому что традиционную систему... Я повторяю твои слова, ты сказал. Традиционную систему... Я объясняю, почему... Если подделают, в России посадят. Почему Адидас не продает кроссовки в Ашане? Потому что это дорогой продукт. В Ашане не будут покупать. Ашан дешевый магазин. Потому что у нас продукт качественный, высокий. И тоже есть позиции, которые... Ну, а люди говорят, что у вас фуфловый продукт. Подождите, вы сейчас согласились со мной, что продукт хороший. Нет, я согласен, нехороший. Я сказал, что только он по составу, произведенный в Новосибирском заводе, он безвреден для здоровья. Нет, нет, вы сказали, что он согласен. Вы сказали, согласен, согласен, хорошо, состав хороший. Как я могу сказать, если я его не пробовал и не видел? Ну, давайте тогда, ну, если вы утверждаете, что так... Я утверждаю на основании тысяч в интернете постов, что продукт плохого качества. Хорошо, скажите, пожалуйста, а чье вот вам мнение, например... Вы знаете Костю Дзю? Костю Дзю знаю. Ну, вы к нему как относитесь? Я отлично отношусь. Отлично относитесь. Вы знаете, что он никогда не рекламирует сигареты, алкоголь... Ну, наверное, молодец. Или какие-то вещи, которые вредят людям. Да. И вы знаете, что он очень любит продукцию NL International. Может быть. И даже сам являлся менеджером компании. Может быть, вполне. То есть, вы ваша сеть мошенническую вовлекаете порядочно людей. Смотрите, этот человек... Вот был хороший мужик Гобоза. Смотрите, подождите. Нормальный, приличный. Был женат. Как только вошел в НЛ, женой развелся, блин. Понимаешь? Влетает налево и направо, блин. Вы относитесь к Красулу Мерзайву, Кате Усмановой, к Денисе Семенихину. Ну, то есть... Ну, я не очень знаю эти фамилии. Чье мнение вам важнее, например, и больше? Если Владимир Владимирович Путин скажет, друзья, я стал менеджером компании NL, я запишусь номером 2 сразу. Хорошо. Я говорю, еще раз говорю, главный вопрос принципиально. Почему не продаем? Продукции компании NL нет в сетях. Хотя у них есть фабрика, которая могла бы поставлять. Еще раз говорю, потому что... Нет, потому что у нас у самих около 300 магазинов и офисов. Нет, подожди, я тебе скажу, у Красного Октября тоже есть свои магазины, у Большевички. Аленку продают. Но продают везде Аленку. Можете купить и фирменном магазине. Потому что... Отвечаю. И не боятся, что Аленку подделают. Отвечаю. Не подделают Аленку. Отвечаю, смотрите. Потому что, во-первых, компания NL International и бизнес построена на то, чтобы привлекать и менеджеров, и партнеров. Пробал мурмелад, говно, косметика, раздражение. Есть менеджер, который зарабатывает деньги. Если человек пришел, например, просто в магазин обычный и купил, ну как бы вот тогда заработает только компания. Вот и все. А менеджеры не заработают. А мы должны заработать, как мы строится. Мульти-левел маркетинг. Конечно. Каждый менеджер от следующего. Кстати, подождите, по поводу, то есть вы говорите, если Путин признает эту тему кайфовой. Нет, не кайфу, он станет менеджером. А если Медведев? Станет менеджером. Медведеву не доверяют. Медведеву не доверяете? Только Путину. Потому что я могу сейчас открыть видеоролик. Только Путину. Я могу открыть. Доверяюсь только Путину. Я, кстати, я сейчас открою с Путиным. Кстати, я сейчас и с Путиным. Может быть, порядочный. Если, подождите, если сейчас я открою видеоролик, где Путин, где Медведев, об этом во всем деле отзываются положительно. Ну, я не знаю, покажи мне. Сейчас покажу. Реально сейчас покажу. как он относится к сетевому маркетингу ребят но это же общем я скажу ребята все вступайте в ммм офигенная компания он сказал что особенно в условиях кризиса этот бизнес себя на российском рынке показал достаточно крепко понимаешь нельзя струнда давайте должен быть нравственный так а счет на потому что вы обманываете людей чем выбор компанию собирает у них по 8000 рублей продукции не качество дешевые стоп секунду сейчас по поводу качества еще дешевая по изготовлению смотрите вы сейчас сказали что продукция некачественная тогда не съезжайте давайте забиваемся на я сказал я на 5 лямов забиваю что вашу продукцию не поставят пятерочку ашан любую сеть нет а как я проверю давайте так вот честно вам сказать ашаны пятерочка это наверное нет я могу сказать что вот секунду вот вы это на шанс и пятерочка особенно ашан это наверное самый последний магазин вот чё там мнение там или поражать ли для вас не возьмут в азбуку вкуса групп глобус гурме не возьму вот у вас супер смотрите супер качество нереально глобус гурме давайте давайте так посмотрите давай лобус гурме ставить любых я но хотите 5 миллионов заработать я для меня 5 миллионов это что лишний 5 миллионов хорошо заработаю если вы поставите любую сеть зачем мне ставить я за за работаешь ты а я тебе с удовольствием заплачу 5 миллионов если поставить в любую сеть свою продукцию нл если примут ну мы его любая если мы пройдем по качеству туда просто хорошо вы не будете ставить договор подпишите на поставку все принеси мне договор на поставку из ваших 300 100 позиции не смотрите мы все договор с ними поставят подписать на поставку мы должны будут доставить их вот если мы чего не поставить деньги для комбайки подожди подожди да если вы не так заработать не подожди подожди тоже 3 5 подожди нл это компания да про свои предприятия она производит продана ее реализует какая разница от не как хозяину завода как она мне продается через сеть фирменных магазинов дистрибьютором в крупные сети магазин гипермаркеты об этом нет вы говорите системы мультилевого молкин преступно по сути нет стоп с основной обмазали вы сейчас сказали что мы не пройдем качество в эти магазины не пройдете у них так вот так вот давайте а как определить вы должны к ним отвезти да я к нему отвожу и говорю что я хочу у вас поставлять да вот можете проверить на данном качестве если мы продолжим пока да вот не по условиям там кто сколько кому денег по цене и всему остальному вот по условиям качество если мы у нас проходит и сказал подожди я же не сказал что продукция не качественность в сибирске на воду у нас нет вы не дадут производить не качество продавцы она безвредно сейчас говорили что она не качество я сказал что она не пройдет по контролю на час безвредно для здоровья сделано из дешевых компонентов дождите вы сейчас сказали что мы не пройдем пройдете а если проходим давай хорошо спорим на 5 миллионов на 5 миллионов что из 300 позиций 100 который вы туда представить не все 300 100 я сдавьте были из разных есть представлю просто ну как бы вот просто изморовать вы башь во первых это вы вы видите подожди подожди вы выберете 10 позиций любая 10 позиций должен выбрать с полки до боя в любой магазин приезжаю беру любой продукт спорта иначе ты там понимаешь лореаль туда подольешь свой баллон да вы берете я беру в любой магазин приезжаю в любое время да отвезли перекресток да не уверен что перекресток возьмет по такой схеме у вас на дамы и не вне не по схеме мы по контролю качество спорим правильно я не уверен что перекресток по контролю серьезного она и сказались да сейчас что контроль тебя не возьмет перекресток продукцию не возьмет на контрольку сначала договорной отдел там да вы должны пройти цепочку там нельзя при любой человек не может прийти сказать вот вам флакон вот у нас есть вот такой продукт мы хотим его вы скажите нам пожалуйста мы по контролю качество хорошо давай давай так мы собираем эту пакет едем в офис ашана да не ваша она подождите мы говорили про перекресток нормальный офис перекрестка ставим им пакет грим проверяйте мы хотим что контроль альжа ворда мы тоннел да да хорошо давай попробуем что нам ответить если подождите если нам говорят что вы проходите контроль качества и мы готовы ну по качеству вас поставить на 5 миллионов но если говорить оба сказать честно тут между нами что нас пошлют на хуй сразу перекрестки с вашей продумать но мы сейчас мы сейчас да мы сейчас сохраним у вас пошли потому что есть потому что вот это роль кажа не проходит дожди меня проспорили 50 я думаешь ты далек от бизнеса реального этого чтобы попасть перекресток до еще того как вас будут проверять на качество нас я буду наши макароны проверяли так что уши блин отваливались до этого предшествующего огромная договорная работа может ваш центральный офис должен быть задействован они должны обратиться показать всю линейку продукции так далее а уже контроль качества это уже 2 или даже 3 вы да вы выбираете продукцию да я еще раз говорю что не может любой человек с улицы прийти в центральный офис но они нас скорее всего я думаю что они нас скорее всего может смотрите вот там 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 вы должны найти контроль козин вам нас просто пошлют нахуй сразу в центральном области попробуем еще раз что чтобы ты понимал это у нас в том числе такой курорт кусочек бизнес-лекции если вы хотите поставлять свою продукцию в перекресток например вы должны оставлять мы сейчас да поспорили на не перебивали дождь качество вы должны ваш руководитель должен выйти на руководство это рассказать кто вы что вы и так далее показать всю линейку они должны вы их на ваше производство меня проверяли перекресток смотрел ходил всю цепочку все сада потом да они проверяют качество ну качество это уже перед поставкой но то есть чтобы ты понял что твои в твой тест и желание заработать 5 миллиона разобьется а то мы до 100 без желания то есть ваш как зовут вашего хозяина дмитрий хохлов возник михохлов должен позвонить на руководитель хозяину пятерочки фриз я высказать я хочу поставлять в пятерочке я думаю я думаю что мы как-то договоримся я думаю что нибудь да придумаем короче друзья смотрите продолжение нашего спора я думаю что мы договоримся с перекрестком или с каким-то ручек крупных супермаркетовая куда мы привезем продукцию на проверку контроля качества и если мы пройдем контроль качества в обычный супермаркет я заработал 5 миллионов рублей да да но боюсь что не заработает никто потому что при таком подходе это серьезная организация перекресток они разговаривать не будут с нами если вам чину ладно ждите нас и мы пошли снимать клип друзья про милочку бегите из этого нл друзья хотите хотите быть в раю раз во вторых хотите не хотите сидеть в тюрьме бегите оттуда потом смотрите следующий эфир где этот же человек будет немножко другие вещи горит я очень рад за нашу беседу так меня уже вызывают вот все друзья всем хорошего вечера так я прям сохраняю